15 июля 2022 год. Та самая дата, когда ведущий ветеринарный врач-бактериолог районной ветеринарной станции в Жабинке, заведомо зная о том, что открытое акционерное общество не представило мясо корова для экспертизы, внесла заведомо ложные сведения в официальные документы о проведении ветеринарных исследований. Все это стало причиной возбуждения уголовного дела. Судебное заседание прошло в открытом формате на базе Жабинковской ветеринарной станции. Сегодня ветеринарная служба учреждения Жабинковской ветеринарной станции, все специалисты увидели, что это все серьезно и серьезные последствия. Как говорится, закон есть закон, нарушение закона приводит к тому, что человек будет нести ответственность. В истекшем периоде 2022 года прокуратурой проведено более 15 надзорных мероприятий, 15 проверок. По результатам данных актов внесено более 30 актов прокурорского надзора. По результатам рассмотрения данных актов прокурорского надзора привлечено более 50 должностных лиц. Обвиняемая на суде свою вину признала в полном объеме, пояснив, что изготовленные свидетельства были ею переданы родному брату. Тот, в свою очередь, таким образом пытался скрыть перевозку мяса крупного рогатого скота без надлежащих документов. У нас специалист, который, как бы, ну, все это произошло с ним, она больше... Вообще, этот специалист, она очень хорошая, грамотная. Тут, я думаю, больше человеческий, как бы, она хотела, что это родственник, как бы, родной брат, хотела больше ему помочь. И получилось, что этим она подставила себя, и, соответственно, вот так получилась такая у нас ситуация. Итог ситуации печальный. Об этом говорит вполне реальный приговор, который был вынесен обвиняемой. Признать виновной во внесении полномоченным лицом заведомо важных сведений и записей в официальные документы в составлении выдачи заведомо ложных документов, совершенных безвиновной личной заинтересованности при отсутствии признаков полиотерского преступления, то есть совершения преступления, присмотримой части 3 статьи 427 Уголовного кодекса. Судом назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год без направления в исправительное учреждение открытого типа. Неважно, ради чего было совершено то или иное нарушение закона, ради денег или личной выгоды, или даже для помощи родственникам, стоит помнить, какими бы благими ни были намерения, ответ придется держать по всей строгости закона. Продолжение следует... Продолжение следует...